Всем привет! Сегодня мы приготовим просто немыслимо дорогую пиццу. Настолько, что дороже уже будет сделать, наверное, невозможно. А также максимально бюджетную пиццу из дешевых продуктов-аналогов. Итак, отправляемся в самый дорогой магазин в нашем городе. Первое, что мы купили, это здоровенные тигровые креветки, щупальца осьминога, одного лобстера, баночку черной икры. Также нам отрезали по кусочку от трех дорогих головок сыра. А также берем моцареллу. И еще супер дорогие буроты с трюфелем. Грибы-эринги, лук, зеленый лук, помидорки-черри. Ну и нам нарезали 200 грамм самого дорогого хамона пятилетней выдержки. Дорогое красное вино для соуса, ананасовый сок, консервированные томаты, дорогая эко-мука, орегано, трюфельный мед, самое дорогое масло, сливки, орехи, сельдерей и виски Джек Дэниелс. Все это выкладываем на кассу. И получается чек на 12 360 гривен. В рублях это 32 800. Вдумайтесь, все это для одной пиццы. Теперь отправляемся в доступный супермаркет. Мы купили самые дешевые коктейли из морепродуктов. Выбрали одно самое маленькое куриное филе на развес. По акции нашли ломтики копченой говядины, плавленый сырок, акционная моцарелла, сыр российский и еще один маленький кусочек сыра. Два шампиньона на развес, пучок зелени, один помидор, томатная паста, бюджетный майонез, дрожжи и все, выкладываем продукты на кассу. Получилось 186 гривен. Это 493 рубля. Накануне съемок ко мне заехал мой не очень умный друг похвастаться новым великом. Показать какие у него офигенные тормоза, амортизация и здоровенные 29 колеса. Я тоже захотел себе велосипед. Ну а друг-то глупый, потому что купил его в магазине с огромной наценкой. А я сделаю как умный человек. Захожу на Е-каталог, вписываю велосипед, выставляю цену от 1000 до 12, цвет выбираю черный. Для горного катания и на взрослого. Ну и 29 диаметр колес. Все, получаем подходящие модели, добавляем их в сравнение. Сравниваем, читая все характеристики и смотрим на динамику цен. Я решил себе купить такой же велик, как у друга. Поэтому нажимаем кнопку где купить. Видим все магазины, в которых он продается. Выбираем самую сладкую цену. Все, буквально через два дня я уже катался по лесу на новом велике. И наслаждался, как же он офигенно проходит песок и крутые спуски. Ну а для полного кайфа берем наушники, вставляем их в уши и включаем какой-нибудь крутой трек. Под музыку кататься гораздо веселее. Кстати, за AirPods и iPhone я тоже не переплатил благодаря Е-каталогу. Ссылку на него оставляю в описании. Начинать готовить будем с теста. Для дорогой пиццы высыпаем пакетик дрожжей. Заливаем их теплой водой. А также добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Тесто для бюджетной пиццы начинается точно так же. Отличие в том, что для дорогого теста используем органическую муку. А для дешевой обычную взятую на развес. Ну и в дешевое идет обычное масло, а в дорогое оливковое. Дорогое будет замешивать комбайн. А бюджетные наши руки. Все, два теста уже вымешаны. Накрываем их пищевой пленкой и оставляем на час. Тесто поднялось и готово к работе. Припыляем стол мукой. Затем отрываем кусок дорогого теста. Раздавливаем его руками. И раскатываем скалкой. Сверху тоже насыпаем муку. Складываем тесто в пару раз. И переносим на противень. Разворачиваем. А лишнее срезаем ножом для пиццы. Ну и формируем бортик. С дешевым тестом повторяем все то же самое. Две основы для пиццы готовы. Пиццы будут с четырьмя видами начинок. Поэтому для дорогой нужно сделать три разных соуса. Для соуса Джек Даниэлс разрезаем луковицу напополам. Снимаем грязный внешний слой. Дальше делаем горизонтальные и вертикальные надрезы. И просто шинкуем лук на кубики. Берем сковородку. В нее оливковое масло. И нарезанный лук. Ставим на плиту. Обжариваем лук до золотистого цвета. Открываем баночку чисто ананасового сока. И выливаем сковородку. Также две трети стакана воды. Довольно много соуса терияки. Немного соевого соуса. Пару столовых ложек лимонного сока. Гранулированный чеснок. Также нужен виски Джек Даниэлс. Открываем его. И выливаем совсем чуть-чуть. Ну и 300 грамм тростникового сахара. Все это хорошенько упариваем до загустения. После остывания соус вот такой правильной консистенции. Второй соус маринара. Начинаем тоже с того, что нарезаем лук на кубики. На сковородку. И до золотистости. Берем один стебель сельдерея. И нарезаем на полоски. А их уже очень мелко шинкуем. Отправляем сельдерей на сковородку. Их тоже немного обжариваем. Открываем банку томатов. И выливаем их на сковородку. Также открываем дорогущее вино. И выливаем пол бутылки в сковородку. Дальше морская соль с сушеным чесноком. Перец. Орегано. И бальзамический уксус. Добавляем 3 листья калаврового листа и перемешиваем. Когда соус упарился, перебиваем его погружным блендером. Все, соус маринара готов. Ну а для третьего соуса берем тигровые креветки. У каждой из них отрываем голову. Сверху разрезаем панцирь. И достаем пищевод. На небольшую сковородку немного оливкового масла. Выкладываем креветки и на плиту. Через минуту переворачиваем на другую сторону. Еще минута и креветки готовы. Снимаем хитин, больше он нам не нужен. Свой вкус мяса он уже отдал. Готово. Теперь очень мелко нарезаем креветочное мясо. Превращая его в труху. Кусок сливочного масла на сковородку. Растапливаем. И добавляем муку. Перемешиваем. И заливаем сливки. Также все это перчим. Солим. И когда сливки начали густеть, всыпаем креветки. Остается все это перемешать. И супер соус из креветок готов. Итак, выливаем на основу немного соуса Джек Дэниелс. И размазываем его по четверти теста. Также соус маринара. Тоже размазываем. И сливочно-креветочный соус. А в бюджетной версии будет всего два соуса. Это майонез и томатная паста. Размазываем их. Все, можно переходить к начинкам. У меня есть баночка с дорогим белым трюфелем. Стоит она 2000 гривен. В рублях 5000. Открываем. И разбрасываем пластинки трюфеля сверху на соус Джек Дэниелс. Также у меня был кусочек страуса. Его себестоимость гривен 200. Срезаем ненужный слой жира и кожи. Также отрезаем кусочек, который сам уже отпадает. И только самое идеальное мясо нарезаем на пластинки. А для дешевой пиццы на пластинки нарезаем куриное филе. Все это перчим. Солим. И поливаем маслом. Отправляем обжариваться кусочки на гриль. Сначала курицу. А затем страусятину. Через минуту переворачиваем. И все. Готово. На дорогую пиццу идут страусиные ломтики. И мелкие грибочки. А для дешевой нарезаем шампиньон пластинками. И выкладываем. Ну и куски курицы сверху. Главным продуктом на куске с морепродуктами будет вот этот лобстер. Отправляем его вариться в кипящую воду. Он такой большой, что не влазит в кастрюлю. Поэтому через 3 минуты переворачиваем его. Чтобы другая часть сварилась. Все, лобстер сварен. Отрываем у него хвост. Клешни. И вот эти мелкие фаланги. Из фаланг мясо выдавливаем скалкой. А вот клешни придется раскалывать. Ну и из хвоста достаем самый крупный кусок мяса. Нарезаем лобстериный хвост на кусочки. И выкладываем сверху на креветочный сливочный соус. Также берем щупальца осьминога. Нарезаем их. И выкладываем. А на дешевую пиццу выкладываем самые бюджетные морепродукты из пачки. Для дорогой пиццы открываем хамон пятилетней выдержки. И выкладываем кусочки поверх соуса маринара. Берем помидорки черри. Снимаем их с веточки. И каждую помидорку на 6 частей. Выкладываем их. Открываем ведерко. И достаем из рассола бурату. Это такой мешочек, внутри которого сыр строчателла. В нашем случае еще и с трюфелем. Ножом делаем надрез. Выдавливаем и распределяем этот волокнистый сыр. Для дешевой пиццы открываем мясо говядины. Нарезаем его. И выкладываем на пиццу. А бюджетной заменой строчателлы будет сыр моцарелла. Рвем ее на кусочки и выкладываем. Ну и обычный помидор нарезаем на ломтики. Последний кусок дорогой пиццы будет 4 сыра. Поэтому берем эти сверхдорогие сыры. И натираем их на терке. Перемешиваем между собой. И заполняем ими оставшееся свободное место. А также нарываем на кусочки сыр с плесенью. Выкладываем грецкие орехи. И открываем нереально дорогой трюфельный мед. Немного набираем на ложку и пытаемся все это перенести на пиццу. Для бюджетной пиццы берем наши дешевые сыры, в том числе и плавленый. И тоже натираем на терке. Перемешиваем их между собой. Выкладываем. Осталось добавить немного зеленого лука. И засыпать все слоем сыра. Пиццы практически готовы. Дорогую пиццу отправляем в духовку. А бюджетную в гриль. И спустя 10 минут они готовы. Но не до конца. Для дорогой пиццы открываем рукколу. И выкладываем на часть с хамоном. Также открываем осетровую черную икру. И выкладываем ее на часть с морепродуктами. Ну и в завершении будет пищевое золото. Такая баночка стоит 2000 гривен. В рублях 5000. Сначала мы сыпали немного золота. Но у нас же самая дорогая пицца, поэтому высыпаем все. На этом пиццы точно готовы. Нарезаем их. Итак, пробуем бюджетную 4 сыра. Да, это вкусно, но ничего сверхъестественного. А вот дорогая 4 сыра, это просто вау. Во-первых, сами сыры очень вкусные. А во-вторых, трюфельный мед, орехи и сыр, это просто божественное сочетание. Бюджетная пицца с морепродуктами. Нет, это невкусно, потому что морепродукты очень низкого качества. И походу очень много раз перемораживались. А вот дорогая пицца с морепродуктами, это просто феерия вкусов. Лобстер, осьминог, черная икра и креветочный супер соус. Бюджетная грибная пицца. Вот это вкусно, просто вкусная пицца. Дорогая грибная пицца на 10 голов, конечно же, выше. Такой сладковатый соус Джек Дэниелс, трюфеля и страусятина. Очень изысканный вкус. Бюджетная пицца с говядиной. Тоже ничего. Но дорогая с хамоном, сыром с рачателлой и руколой, конечно же, в разы вкуснее. Да, эта пицца просто сплошной изыск и наслаждение. С самого начала было понятно, что она будет вкуснее. Но давайте теперь сравним, сколько они стоят. Для того, чтобы собрать дорогущую пиццу, мы закупились на 12 360 гривен. Плюс 2 тысячи за трюфеля, 2 тысячи за пищевое золото и 200 гривен за кусочек страуса. Итого 16 560 гривен стоит наша дорогущая пицца. Это 44 тысячи рублей. А дешевая пицца вышла 186 гривен или 490 рублей. В общем, дорогая в 89 раз дороже, чем бюджетная. Вкуснее ли она в 89 раз? Не думаю. Но как для вкусового опыта, очень интересная штука. А если вы хотите, чтобы мы еще сделали что-то похожее с другим продуктом, то пишите в комментариях. И ставьте лайки. Три стайка лайков и мы продолжаем эту рубрику. Также делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok